Имена 20 счастливчиков, прошедших финал проекта «Лица 3» Медиахолдинг «Первый областной» объявил на прошлой неделе. Кто-то из участников покорил строгой ожире харизмой, кто-то умением быстро ориентироваться в ситуации, а кто-то незаурядной внешностью. Но на телевидении свои стандарты красоты. Ты, если хочешь работать в кадре, должен знать, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Ведь восприятие зрителями ведущего во многом зависит от правильно подобранной прически и мейкапа. Поэтому первым мастер-классом, который подготовили для финалистов проекта, стало занятие по созданию образа. Нормально ли вот такой хвостик, как думаешь? Да, думаю, да, но скажешь, что отрежется. Это будет что-то уникальное, бомбическое, с стразами, наверное, и с такой эффектной очень укладочкой. Я прям чувствую, что сегодня я хорошо накрашусь. Ну, может, и нет. Но я же не умею. Но попробую. Практическими советами и небольшими хитростями с претендентами на место телеведущего поделилась стилист Наталья Чунина. Она работала самыми известными медиаперсонами города. И о том, как создать идеальный образ, знает все. Чтобы сработать над симметрией глаз, рекомендуют прорисовывать стрелки. Вопрос того, что у каждого стрелка будет разная, но это вот как раз идет к симметрии, к выстраиванию вот этой картинки. Лайфхаки по нанесению грима на мастер-классе Наталья дала и мужской половине претендентов на победу. Вот это светлое для него. То есть он просто в таком случае, да, он должен быть темнее, как вот тонко скулов. Причем припудрила Наталья. Участнику с прической а-ля Гоша Куценко не только лицо. Ведь на телеэкране все должно быть идеально. Классно, когда есть на площадке гример. Но так бывает, что гримера нет. Поэтому важно владеть техникой, информацией, чтобы уметь скорректировать себя, подчеркнуть свои достоинства и иметь хорошее настроение, иметь харизму. Чтобы передать зрителям информацию, которую он несет. Сразу после мастер-класса наш гид по стилю предлагает конкурсантам попробовать свои силы и самостоятельно создать образы. Причем для передачи разных жанров. И если с нанесением тона на лицо ни у кого не возникло проблем, то вот сделать прическу оказалось не так-то просто. Но и здесь Наталья Тюнина приходила на помощь. У Саши очень густые, волнистые от природы волосы темного цвета. И это на экране для зрителя создает не очень хороший образ. Тяжелый. Да, тяжелый. И Наталья придумывала варианты, как этот образ сделать более легким. Руководитель отдела спецпроектов телеканала ОТВ Наталья Старцева на этом мастер-классе с другой целью – ближе познакомиться с участниками в неформальной обстановке. Было важно посмотреть, как ребята реагируют сами, наши претенденты, название лица телеканала ОТВ. Как они реагируют на задания, как они быстро откликаются, как они могут сориентироваться в ситуации, как они придумывают, какая у них мимика, как они общаются между собой. После того, как образы были созданы, финалистов проекта «Лица-3» ждала фотосессия и разбор полетов. Наталья Тюнина оценила, справились ли участники заданием. А впереди их ждет следующий мастер-класс по сценической речи и пробы в настоящей телевизионной студии.